Эти прямо расчерченные полосы как доказательство. Здесь официальная парковка. И это при том, что мы находимся на проезжей части. Сейчас пик тут не проехать. Два ряда в одну сторону, два в другую. А здесь еще эти припаркованные автомобили. И как же справиться с пробкой на Удальцово? Убрать нелепую парковку? Самый популярный способ не попасть в дорожный капкан, объехать его по дворам. Это наш первый эксперимент. На маневрирование по городскому серпантину мы потратили всего 5 минут. Но пешеходы оказались сообразительнее водителей. Наш второй эксперимент. Наблюдаем за рейсовым автобусом. Вот он попадает в затор. Пассажиры жмут кнопку остановки по требованию. И ничего, что выход преграждает забор. Ведь его можно и перепрыгнуть. Автобус здесь не довозят до метро. И вот происходит высадка именно садовод. Вы можете видеть, как людей высаживают, не доходя до метро. Довольно много времени уходит. Нужно ехать не вдоль, а поперек. Кандидат технических наук, научный сотрудник НИИ градостроительства Александр Стрельников случайно посмотрел фото этой улицы из космоса и нашел решение. Парковка на проезжей части полбеды. Трасса параллельная улица Удальцова слишком далеко. Проблема этой улицы Удальцова заключалась в том, что она стоит на почти 1300 метров от университета, от Ломоносского проспекта. И нет ни одной параллельной улицы. И это самое близкое, которое воспринимает на себя движение. Вот он, черный прямоугольник. Видно, как в проспект Вернадского упираются как минимум 4 улицы. Пробуем их продлить. На виртуальной карте получается, что водителям есть где разгуляться, а точнее проехаться. Но в реальности проложить эти дороги, скорее всего, не получится. На месте предполагаемых улиц растут новостройки. Сначала поставили жилой дом, потом бизнес-центр. Местные жители уверены, что на пустыре скоро появится еще несколько домов. Выходит, чтобы не стоять, а ехать, нужно пожертвовать как минимум тремя высотками. Дороги уже есть, остается только положить качественный асфальт и поехали. Владимир Артюхов, Иван Уткин и Александр Картавцев. Вести Москва.